Ровно 50 лет назад началось промышленное освоение крупнейшего в России и одного из самых больших в мире месторождений Самотлора. Всего за годы его эксплуатации добыты почти 3 миллиарда тонн нефти и 377 миллиардов тонн газа. Сегодня разработку легендарного месторождения ведет дочернее общество компании «Роснефть» Самотлорнефтегаз. По случаю этой памятной даты нефтяники организовали концерт для ветеранов. Среди множества своих наград, полученных за освоение Самотлора, Сиги Цейфулин выделяет орден трудовой славы. А потрудиться, налаживая промышленную эксплуатацию месторождений, действительно пришлось, вспоминает ветеран. Все приходилось создавать буквально с нуля, рассказывает нефтяник. В первую очередь решали рабочие вопросы и лишь потом личные. Мне запомнилась интенсивность вот этой работы. Уже в Татарии, Башкирии, Самарской области нефть стало меньше. А здесь скважины давали по 300, по 500, по 900 тонн. И поэтому все кинулись сюда. Пятидесятилетие начала промышленной эксплуатации Самотлора в Нижневартовске отметили праздничным концертом. Заслуженные нефтяники, работники организации города под звуки популярных мелодий прошлых лет вновь и вновь вспоминали время, когда только приехали в поселок. К нефтесборной сети первую промышленную скважину Самотлора подключили в 1969-м. А спустя всего лишь 12 лет, в 1981 году, добыли первую миллиардную тонну нефти. Несмотря на зрелый возраст, Самотлор по-прежнему занимает важное место в структуре запасов компании «Роснефть». У нас есть новые мощности. Мы очень успешно дальше разбуриваем месторождение, мы внедряем успешные новые технологии. Все сделаем для того, чтобы в промышленной эксплуатации Самотлорского месторождения была добыта и трехмиллиардная тонна нефти. Сегодня Самотлорнефтегаз, преемник нескольких легендарных предприятий, в разное время осваивавших месторождение гигант, входит в число отраслевых лидеров. Так, в прошлом году впервые в истории общества объем проходки в эксплуатационном бурении перешагнул рубеж 1 миллион метров. Отметивший полувековой юбилей Самотлор получает вторую жизнь.